Библейский портал экзегет.ру представляет Читаем, разбираем книгу пророка Ионы с порталом Экзегет. С вами Ирей Алексей Волчков. Итак, глава 4 книги пророка Ионы, книги необычные, книги с двойным дном, книги, которая лишь внешне имеет репутацию, репутацию ошибочную, книги простой, детской, банальной. На самом деле эта книга полна неочевидных, сложных, глубоких, драматических вопросов и сюжетов. И сегодня говорим о главе 4 и о общих смыслах, смыслах богословских этого сочинения. Итак, что мы уже знаем, то, что проповедь пророка Ионы, выраженная в очень такой сжатой форме, сказанная, говоря современным языком, сквозь зубы, заряженная угрозой грядущего гнева, расправа, оказывается безумно эффективной. Город греха, Меневия, его жители, его царь, они демонстрируют библейские образцовые покаяния и раскаяния, а не обращены. Возникает вопрос, тогда как можно понять пророчество пророка Ионы, которое не сбылось? И вот глава 4 рассказывает нам о судьбе пророка, о его переживаниях, пророчество которого не сбывается. Читаем. Глава 4, стих 1. В глазах Ионы это было большой бедой, его охватили гнев и досада. Что было в глазах Ионы большой бедой? А то, что, читаем выше, главе 3, стих 10, «Бог передумал уготованную Неневию злую участь, не стал насылать бедствие». Спаси Неневия, раскаяни Неневии, обращение города Ассирийского к истинной вере и представлению о добре и зле является для Ионы, и вот еще одно, большая, большая беда. И эта беда вызывает в его душе гнев и досаду. И вот тут мы начинаем, кажется, понимать, что двигало Ионы, который бежит от Бога, от его поручения. Возможно, им движет следующее. Иона понимает, что он невластен над исходом изложенного им пророчества. Он скажет что-то, а Бог сделает по-своему. Таким образом, Бог, который помилует кающихся грешников или который не помилует кающихся грешников, оказывается сам по себе, а Иона с неизбившимся пророчеством получает репутацию лжепророка, говорящего от своего лица, от самого себя, обманщик, провокатор, самозванец. И вот, возможно, этой участи, этого раздвоения, Бог сам по себе, у него свой план, а Иона лишь какой-то инструмент в руках Божьей, какая-то фигура на доске, шахматной, божьей шахматной доске. Эта участь не нравится Ионе. Он протестует против всего этого. Или по-другому. Бог Иона знал, что Бог помилует кающихся, Бог помилует Неневию, Бог наказание опять отменит. Но это же Неневия, это же злодеи, это же враги. И если мы помещаем Иону во времена Иерамама II, то как можно понимать этот исход, эту ситуацию? Бог милует Неневию, Неневия получает время для жизни дальнейшей, и потом Неневия разрушает Северное Царство. Тогда что получается? Бог оказывается инициатором, виновником, по своей милости получается этого бедствия общееврейского. Вот Иона тоже не хочет в этом участвовать. И вот Иона, испытывающий гнев и досаду, говорит, точнее он молится. Он стал молиться Господу так. Господи, ведь я же говорил, еще когда был на родине, оттого-то я решил, пока не поздно бежать в Таршиш. Я знал, что ты, Бог, великодушный и милостивый, терпеливый и добросердечный, который рад отменить бедствия. А потому, Господи, забери у меня мою жизнь. Лучше мне умереть, чем жить. Находим здесь изложенную Иона и мотивацию того, что Бог помилует крешников, хотя их миловать не надо, их нужно растоптать, растерзать, город нужно перевернуть, как написано выше, кверх ногами, в главе 3. Но ты, Бог, великодушный, хочется добавить, ты, Бог, великодушный, чрезмерный, ты, Бог, слишком великодушный, слишком милостивый, и поэтому итогом твоего великодушия будет падение северного царства. А потому, Господи, Иона говорит, забери у меня мою жизнь. В очередной раз Иона излагает просьбу, излагает молитву, поручение Богу, Господи, лучше мне уже помереть, невозможно уже с этим жить. Он был готов помереть, когда бросался в море, когда был в очеребе кита, и вот опять возникает у него очередная тяга к смерти. «Бог отвечает ему, Бог вступает в диалог, очень тебе досадно, спросил Господь». Вот Бог отвечает. Иона молчит, он действует. Иона – это пророк действия, как правило, действия противного Богу, убежать, скрыться, залезть в трюм от Божьих глаз и так далее. Иона вышел из города и расположился к востоку от него. Там он сделал себе шалаш и, укрывшись в него, в его тени, наблюдал, что будет дальше с городом. Иона еще надеется, у него есть надежда, у него есть вера, у него есть упование, что в конце концов Господь уничтожит Ниневию. Бог милует, а Иона хочет наказать. Иона против великодушия Божьего. Он думает, что в конечном итоге Божье здравомыслие возобладает и устраивает себе Иона такую вот, как назвать, точку для обзора, для наблюдения, для лицезрения всего этого радостного для него события, кары над Ниневией, новым Содомом и новой Гаморой в его глазах. Господь Бог послал клещевину, и она выросла над Ионой, сенью над головой, спасением от беды. И он обрадовался этой клещевине. Клещевина – это есть какое-то растение, нам незнакомое, грецкое слово, тут используемое, кикайон. Ну, какое-то растение, растение, видимо, сказочное, которое может вырасти за час, там, за полдня, и до такой величины, что тень будет покрывать всего большого человека, всего Иона. Ну, видите, это не хроника, это не история, это есть нечто такое сказочное в хорошем смысле этого слова. Сказка, где излагаются какие-то важные мысли, важные какие-то богословские тезисы, суждения, наблюдения. Вот вырастает еще одно божье творение, Бог – владыка всего морского и подневестного, и земного, и Бог повыливает клещевине вырасти за какое-то время, небольшое, час или полдня, и скрыть под своей сенью Иону, чтобы показать Ионе еще один очередной урок. Бог послал червя на рассвете следующего дня. Червь подточил клещевину, и она завяла. Опять еще одно сказочное существо – червь, который может за одну ночь подточить большое растение, и оно моментально не за полдня, не за день, не за неделю, а моментально оно завяло. Когда же солнце взошло, Бог послал знойный ветер восточный. Солнце напекло Ионе голову, вознеможение Он мечтал о смерти, думая лучше бы мне умереть, чем жить. У Иона была сень, была тень, вещь очень важная в южных широтах. Эта тень давала ему возможность жить дальше, давала некоторую свежесть, вдохновение, утешение. И вот Бог его забирает. Эту тень, эту сень. Опять Иона, а в лице Иона Израиль, весь народ еврейский, оказывается в ситуации дискомфорта, угрозы, бедствия, дезориентации. Потому что то, что было сказано Богом до этого, вроде бы не работает. Вот как бы сейчас, в новой ситуации, когда мы живем уже на чужбине, в Месопотаме, в Диаспоре, как нам понимать прежнюю древнюю библейскую весть. Именно об этом книга пророка Ионы нам и рассказывает. Об этом она рассуждает. И вот мы читаем здесь еще, что Иона в очередной раз излагает уже привычное, свойственное, родное ему желание лучшим не умереть, нежели жить. Жить невозможно, потому что в ситуации, полной из ориентации, разочарования, расстройства, когда Бог тебя подвел, получается, жить очень тяжело. Спрашивает Бог Иону, очень тебе досадно из-за клещевины, из-за кека Иона. Бог спрашивает, ну что, тебе тяжело, что растенеце поникло, пожухло, не является для тебя уже сенью, тенью. Ион отвечает, да, очень, досадно до, и можно уже нашим зрителям закончить фразу, досадно до смерти, потому что Иона очень жаждет смерти. Досадно до смерти. Так тяжело, что жить невозможно. Иона Богу отвечает. И вот Бог, в конце концов, дает маленький комментарий, состоящий из двух стихов, завершающих книгу пророка Ионы, глава 4, стих 10-11, и вот где он пытается кое-что объяснить Ионе. Итак, Бог говорит, тебе жаль клещевины, этого растения, над которой ты не трудился, и которую ты не растил. в одну ночь она появилась, и в одну ночь погибла. Тебе что, ее жаль? А ты выращивал ее? А ты ее задумал? А ты ее возделывал? Нет, 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 но тебе ее все равно жаль. А мне-то, как не пожалеть, большой город Неневию, в ней свыше 120 тысяч человек, не понимающих, где у них право, где лево, и где много скота. Точка. Конец сочинения. И вот Бог говорит, тебе жалко, и мне жалко. Ты расстроился гибели, и я расстроюсь гибели. Для тебя чем-то это растение было утешением, радостью, и для меня это, эти жители, в чем-то утешение и радость. Как я могу судить их, Бог говорит, если они не знают, где у них право, где у них лево, если они ненаучны, если они язычны, если у них нет правильного религиозного ориентира, мировоззрения. И вот очень ценное окончание, в современном мире очень актуальное, и где много скота. Иначе говоря, как это можно прокомментировать? Как мне не пожалеть ни в чем точно уж невиновных, вас, евреев, не подавляющих, не захватывающих, овечек, коровок, теляток, кошечек, собачек, курочек и прочего скота. Богу жалко их, и поэтому судьба Содома и Гаморы не может оказаться судьбой этого города Ниневия. Какой мир представлен вот в этом комментарии Божьем? Не мир монархии еврейской, не мир, где все было понятно, где были мы, Израиль и Иудея, божьи люди, где был Божий храм, где было мировоззрение черно-белое, мы, они, евреи, это Божий народ, все остальные, хананеи, перестимленные, фникийцы, сирийцы, асирийцы, это все то, что вне Божьего плана. Нет, и Невия тоже Божий план, как будто бы это какой-то, понимаете, эффект микроскопа либо телескопа меняется фокус и в пределах мировоззрения библейского оказывается не какой-то маленький народ, племя, народец, оказывается весь мир и выясняется, что в этом мире живут вот такие люди, такие моряки, такие цари, способные к раскаянью, к преображению, к изменению. Как в этом мире интерпретировать старые, древние, библейские тексты древних пророков, возбещавших кару, расправу, наказания, излагающих черно-белое понимание мира, вот об этом книга пророка Ионы она и рассуждает. Переходим к попытке изложить основные богословские выводы, которые содержатся на страницах этого сочинения. Итак, первое толкование, первая общая мысль, которая обнаруживается в этом сочинении, эта мысль является традиционной и древней и устоявшейся и правильной. Тоже мы не протестуем против такого понимания этого сочинения. Это мысль о том, что Бог милует, Бог милует кающихся грешников и неневитяне согрешившие, но раскаявшиеся оказываются объектом милости милующего Бога. Вот это есть такое покаянное, постное прочтение книги пророка Ионы и в традиции и иудейской, и христианской, древнехристианской книга пророка Ионы это книга, учащая прежде всего правильному покаянию, грешник правильным образом кающийся, где есть внешние проявления этого раскаяния в виде скромной одежды, отказа от каких-то излишеств, каких-то роскошных вещей, и при этом отказывающийся от зла в своей жизни, осуществляющего нравственный переворот в своей жизни, он заслуживает и получает Божье прощение. Это есть наиболее популярное, устоявшееся прочтение книги пророка Иона, но смыслами этими книга не исчерпывается, и это бывает часто, потому что нормальное сочинение, нормальная литература, нормальное творение человека, оно обычно имеет больше одного толкования, эти толкования бывают друг друга как-то понимаете, дублируют, поддерживают, развивают, а бывают вступают в конфликт, но даже конфликт этот не выражается в формуле или-или, или так, или так, где же есть истина, но часто что толкование одно, оно как будто бы вступает в состояние диалога, спора с тем смыслом, который вроде бы толкованию первому противоречит. Итак, о чем же еще рассказывает нам книга пророка Ионы. Книга пророка Ионы рассказывает нам о том, что новые времена, в которых оказывается Израиль, требуют нового ислакования, трактовки, изложения древней библейской вести. До такой степени, что Израиль древний, такой традиционный, нормальный, ортодоксальный, оказывается объектом жесточайшей критики на страницах книги пророка Ионы. А именно, все нормативное для Израиля пророк, другие разные пророческие вести, злые внешние, добрые свои, ритуалы, обряды, храмы, обрезания, субботствования, учения о чистоте пищевой и физической. Все это либо вообще отсутствует в этой книге. как неважное, неактуальное. Либо оказывается объектом критики, оказывается пророк, оказывается антипророком, иначе говоря. С другой стороны, все, кого раньше считали внешними, от Бога далекими, Богу противными, оказываются носителями для Библии нормативного жития и веры. Это моряки, капитан корабля, неневитни и царь неневия. Новая ситуация требует нового прочтения древней библейской вести. И в этом отношении книга пророка Ионы, она как будто бы и спорит, но и развивает в новых условиях древнюю, еще допленную библейскую весть. Дальше книга пророка Ионы может быть прочитана еще таким уже довольно взрослым, таким печальным образом, но кто сказал, что Библия обязана быть для нас книгой сладостной, радостной и позитивной всегда. Книга пророка Ионы поднимает очень большой вопрос о том, что мы не знаем до конца планов Божьих, нам они неизвестны. Более того, сами мы, люди, отдавшие себя Богу индивидуально, как отдельные субстанции, субъекты, семейно, в семейном отношении, в отношении таком общенародном, общецерковном, оказываемся голубками, гордицами в руках Божьих. И Божий план иногда подразумевает нечто неудобное, печальное, трагическое, то, что бывает в нашей жизни. И вот Иона очень переживает об этом, и Израиль очень переживает об этом, и в этой книге мы находим постоянное вопрошение. Почему так? Зачем так? Почему так случилось? В конце концов, Бог дает ответ. Ответ такой. Ты, Иона, не выращивал и Кайон, ты не его отец, ты не его создатель, ты его не задумал, но ты расстраиваешься гибели этого растения. То же самое и я, Бог, тем более, что я, Бог, являюсь отцом, создателем, творцом всего мироздания. Гибель этих людей тоже меня расстроит. Это есть весть, благая для язычников, для неевреев, для неизраильтян, но грустная, печально чреватая переживаниями, неудачами и поражениями для народа Божьего Израиля. И в этом отношении эта книга является книгой очень серьезной, такой, как книга Иова, книга Клизиаст и окончание книги Ионы очень похоже на окончание книги Иова. В книге Иова мы находим подобный аргумент Бога. Бог говорит, а ты ли, Иов, полагал основание земли, ты ли, размечал пространство для рек, для гор, это ты все делал? Нет, не ты. Ты можешь это охватить своим мировоззрением, своим пониманием? Нет, не можешь. Как ты можешь судить о том, что в мире происходит? И Бог прав, да, конечно же, потому что масштаб Бога и ночи, масштаб отдельного человека и отдельного порока. Но Иов и Иона всегда имеют в себе ответ Богу. Но ведь это я, Иона, это я, Иов, это моя семья, это мой народ оказывается частью твоего, но неудобного, трагического, печального для нас плана. И в этом отношении ответ и позиция Ионы и позиция Иова обладает правомерностью. Эти ответы, эти позиции, они оправданы. Библия, точнее, книга пророка Ионы не имеет какого-то примеряющего, такого позитивного, такого радостного, мажорного ответа. В конце этого сочинения мы находим многоточие, так что каждый читатель может дочитать, додумать, дотолковать это сочинение. И сама книга своим многоточием предлагает нам соучаствовать в создании смысла, главной вести этого сочинения. Чем и занимались толкователи герменевты писания священного, как христиане, так и иудеи, на протяжении всех веков христианской истории. Спасибо большое за внимание. Ждем вас дальше на портале Экзегет, на сайте, на ютубе, во всех социальных сетях. С вами был Ирей Алексей Волочков. Спасибо за внимание.